Приветствую всех своих подписчиков, друзей и недругов на канале Георуснов. Сегодня у нас на обзоре очень интересная для Республики Алтай тема. Это железная дорога. Средства массовой информации буквально взорвались. Сегодня 25 марта 2019 года. После того, как временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай господин Харахордин заявил о том, что в Республике Алтай начнется активное строительство железной дороги. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Возьмите стану центром 10 губерний. И не просто железной дороги от города Бийска до Горноалтайска, а нечто большее. По плану планируется построить железную дорогу сначала от города Бийска, куда она доходит, до Горноалтайска. Далее протянуть железную дорогу через всю Республику Алтай вплоть до плато Укок. И далее железную дорогу по плану господина Харахордина необходимо дотянуть до города Урумчи на территории Китая. В общем, расстояние по прямой здесь составляет примерно 1000 километров от Бийска до Урумчи. Ну а с учетом того, что железная дорога никогда ровной не бывает, она постоянно изгибается, постоянно меняет направление, то предполагается, что общая протяженность железной дороги составит примерно 1500 километров. Все замечательно, ура, все активно должны голосовать за господина Харахордина. Ну, потому что создана видимость того, что уже существует договоренность с центральной властью, существует договоренность с железной дорогой, с Москвой. Ну и, соответственно, как же тому не быть. Железная дорога будет, и все довольные жители Республики Алтай будут садиться в поезд, возможно, скоростной, и ехать спокойно сегодня до Укока, а то и до Урумчей, а завтра в сторону Новосибирска и так далее. Ну, давайте обратимся к механизмам власти, к соседним регионам, где уже такой трюк проворачивался. Давайте посмотрим на соседнюю с Республикой Алтай, тоже Республику Тывул. В 2011 году там было объявлено о строительстве железной дороги куда более меньшего масштаба, а именно железной дороги по направлению Курагина-Кызыл. Протяженность дороги должна была составить всего 411 километров. В 2011 году, тогда еще премьер-министр России Путин приехал в Кызыл и в торжественной обстановке заложил в городе Кызыле рельсу. Забил туда, более того, золотую шпалу. В Туве началось строительство важной железнодорожной ветки, которая позволит освоить богатое угольное месторождение Республики. Старт дал находившийся там с рабочей поездки Владимир Путин. Глава правительства забил символический костыль на месте будущей станции Кызыл-Пассажирска, от которой начинается железная дорога. Конечный пункт поселок Курагина, где в год будут добывать свыше 2 миллионов тонн угля. На строительство 400-километровой магистрали потребуется 49 миллиардов рублей, на ее пути 170 мостов и тоннелей. После выхода месторождения на полную мощность налогоотчисления в Республике возрастут на 13 миллиардов в год. Кроме того, будут созданы тысячи новых рабочих мест. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Все это произошло в 2011 году. В 2012 году господин Путин стал президентом. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Слава России! Ну и что же мы видим сейчас в Туве. Строительство железной дороги Курагина-Кызыл прекращено. Ничего не строится. Ну а рельса также продолжает находиться в Кызыле. Она уже покрылась ржавчиной. И как-то все забыли об этом проекте. Хотя говорили о том, что мы протянем железную дорогу до Кызыла. Будем вывозить оттуда уголь в центральную часть России. Далее звучали планы о том, что дорога будет продолжена. И от Кызыла пойдет в Монголию. А через Монголию соединится с железнодорожными путями Китая. То есть такой проект был в 2011 году. Сам Путин лично этот проект открывал. Все его встретили на ура. Кричали, что все это замечательно. Ну и проект, к сожалению, заглох. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Возюди станут центром... Ну а теперь власти помнят методы, механизмы. Того, как получить голоса избирателей. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили. Слава России! Жителям республики Алтай бросается такая вот надежда. Такое обещание о том, что уже через каких-то 10 лет будет железная дорога построена от Бийска до Гурналтайска, далее до Китая и до Урунчи. Это был очень важный тест для всех нас, для всего нашего народа. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Слава России! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Возюди станут центром 10 губерний. Верить этому или нет, я даже не знаю. Скорее нет, чем да. Я вам показал, почему не стоит этому верить, на примере строительства железной дороги в республике Тыва. Спасибо всем за внимание, что смотрите мой канал Еуруснов. Еще раз спасибо всем моим друзьям, всем моим подписчикам, всем моим недругам. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока! Ну а под конец я предлагаю еще раз посмотреть этот замечательный фрагмент из кинофильма «12 стульев». Класс васюкинского шахматиста раскрылся до пределов дозволенных природой. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Возюди станут центром 10 губерний. Кто вы слышали раньше о городе Саммерринге? Ничего. Поэтому я говорю и продолжаю говорить. В Васюках нужно организовать международный большой буквы шахматный турнир. Но как? Как? Как это сеть? Как? Вполне реальная вещь. Мои личные связи и ваша самодеятельность. Вот все, что необходимо для организации международного Васюкинского турнира. Подумайте, как красиво будет звучать. Международный Басюкинский турнир 1927 года. Международный Басюкинский турнир 1927 года. Приезд Чегорина, Стейница, Ласкера, Алехина, Хасарауля, Капапланки, кроме того, я вам гарантирую и мое скромное участие. На турнир с участием таких величайших гроссмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни богато обеспеченных людей будут стремиться в Васюки. Но речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построить железнодорожную магистраль Москва-Васюкинский Строительство гостиниц, небоскребов для размещения гостей. Снабжение гостей прохладительными напитками и вообще, вообще, да, 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 именно так, как я сказал выше. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки несомненно, такова и не сможет перевести всех желающих. А желающих будет много. Отсюда возникает следующая проблема, важная проблема, аэропорт. Большие басюки. Аэропорт. Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. Москвичи, стесненные жилищным кризисом бросятся в ваш великолепный город. Не пустя! Спокойно! Этого не надо бояться! Столица автоматически переходит в васюки! Не у Москвы, а то есть бывшие васюки становятся элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Всего мира? А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратиться в прикладную науку изобретет способ межпланетного сообщения. Из васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер, Непту, Мононг. А там консель. Может быть, через восемь лет васюков состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс. Я повторяю, практически все зависит от вашей самодеятельности. Я повторяю, организацию беру на себя материальных затрат никаких, кроме расходов на Телеграм. Сколько денег надо найти на Телеграм? О, смешная цифра. Сто рублей. У нас всего 21 рубль 60 копеек. Я понял, что это недостаточно, но 21 рубль 21 рубль 60 копеек. 21 рубль. Ну ладно, пусть будет 21 рубль 60 копеек. Пусть будет 21 рубль 60 копеек. Зорька в озере тонула, сына нянчила лилит. Тельце щуплое дрожало, начинался неолит. Мамонтята ели травку, мир от холода скрипел. Змей на дереве елозил, песни скорбные шипел. Мудрый, как дитя баюкал, пел про шумный Вавилон, где бендюжники и синявки пьют тройной одеколон. Субтитры создавал DimaTorzok